Теперь третье. Говорят, если изображение подвергается унижению, или с ним относятся, как это, Белимкиган, то есть, несерьезно относятся, попчат его, или что оно валяется на полу, и никто не обращает на него внимания, тогда оно, говорят, разрешено. А если это изображение возвеличивается, как, например, висит на стене, или хранится в компьютере, и так далее, то есть, для возвеличивания, тогда, говорят, это запрещено. Во-первых, что касается современных ученых, то такого различия не приводит никто из валяна, никто из валяна не приводит такого различия, кроме шейха Ибнур Саймина, кроме шейха Ибнур Саймина. В некоторых из своих фатау он говорит о том, что если изображение с ним относится непочтительно, топчет его, и так далее, или оно на памперсах, например, тогда ля-да-саби, тогда в этом нет проблемы. А что касается остальных улема, то они разницы такой не приводят. И действительно, что разницы никакой нет, и такое разделение не является правильным. Почему? Потому что в хадисе Аиша пришло, когда посланник Аллаху, сам пришел в дом и увидел этот материал, на котором были изображения, посланник Аллаху разгневался и сказал, что это за намраха, так, что это за намраха, то есть, что это за материал, на котором есть изображение. И Аиша сказал, я купил его для тебя, чтобы ты стелил его на пол, когда будешь садиться на него, так, или стелил его под себя, когда будешь спать на нем. Тот, который садится на изображение, и оно на полу валяется, так, это что является? Почтительное отношение к этому изображению или непочтительное? Это непочтительное изображение. Исходя из этого, посланник Аллаху, я не сказал, а ну тогда ладно, оставь, потому что это что? Непочтительное отношение. Этому объекту никто не будет поклоняться, если на нем сидят. Правильно или нет? То есть сам посланник Аллаха такого разделения не сделал. Поэтому, сказал имам Иннауи, шарф на своем мусле, в 14 ст. 90 странице, «Васауасана губина юмтаган ауби гайриги». И без разницы, сделал ли человек это изображение, и без разницы, сделал ли человек это изображение для почтительного отношения к ней или для непочтительного отношения к ней, все изображения запрещены. Это слова кого? Имам Иннауи из прошедших улема. И так же можем сказать, что контексты пришли общие, так же опять контексты приходят общие. Вот это, брат, наш главный довод в любом вопросе. То, что контекст общий. Каждый, который делает изображение в огне. Поэтому. Посланник Аллаха проклял мусауир. Кого? Делающим изображение. То есть любой, который делает изображение, он проклят, и любое изображение в огне. И в хадитах не приходят таких различений. Понятно ли? То есть таких разделений не приходит. А раз не приходит, то и мы не можем такие разделения из своей головы придумывать. Откуда, почему тогда это разделение пришло? Это разделение связано со вторым сомнением. То есть опять, то изображение, которое может служить объектом поклонения в будущем, оно запрещено. А если нет, тогда разрешено. Здесь то же самое. Говорят, что почему разрешено изображение, которым относится непочтительно. Опять по этой причине. Потому что ему никто не будет поклоняться. Ясно или нет? Раз к нему относится непочтительно, значит, ему никто не будет поклоняться. Соответственно, оно разрешено. Как, например, на пантиках и тому подобное. То есть мелкие изображения, которым никто не будет поклоняться. И мы говорим опять о создании изображения не в том, что ему будут поклоняться или нет, а в том, что в этом есть хоже творение Всевышнего Бога.